Доброе утро! Но так сложилось, это, если кто не смотрел, обязательно посмотрите, строит заводы, богатеет, но при этом все больше и больше теряет человеческий облик. Как-то, я так понимаю, что в одном из интервью, рассказывая об истории, сказали, что не сама история меня привлекла, а мне ее предложили, и я согласился. Может, потому что когда-то снимал братьев Карамазовых. Как вообще так вышло? Ну, все происходит так, как оно происходит. Мне действительно предложили проекту «Грюмряка» и предложили с уже тремя утвержденными актерами на главные роли. Да, это был Александр Балуев на роль отца, Александр Горбатов на роль сыра Прохора и, соответственно, Юля Пересильд на Анфису. Это были три утвержденных актера, с которыми были подписаны договора. Я посмотрел пробы, и все сошлось, что называется. Мне все понравилось. Остальные артисты, естественно, были на пробах, их утверждали и так далее, и так далее, и так далее. Единственное, там возникла коллизия, что когда мы переходили конкретно к разговору о ролях, я встретился с Юлей Пересильдой, и она сказала, а кто будет играть Прохора? Я говорю, Саша Карбатов. Он же утвержден, она говорит, а я не буду с ним сниматься. Да, вот это была очень такая большая неожиданность. А причем у них же так, ну, там, романтическая связь. Абсолютно. Ну, как там, ну, там химия должна быть. Вот, и она отказывается. Я звоню тут же продюсеру Денису, и говорю, Денис, у нас, по-моему, проблема, потому что я не знаю причину, но Юля отказывается. Потом уже в процессе выяснилось, что, оказывается, в тот день, когда была у них проба, что Саша в этот день женился, и он опаздывал на свою собственную свадьбу. Поэтому он торопил, сказал, хотел быстрее пробы пройти, потому что, ну, невозможно опоздать на собственную свадьбу. Вот, и это, а Юля очень серьезно относится к пробам, и ее, конечно, это все очень насторожило, и она сказала... Может, даже обидела так по актеру. Конечно, ну, конечно, что значит, давай, давай быстрее, мы здесь на что пробуемся-то, на самом деле. Вот, и потом была такая общая большая она встреча с продюсерами, с Юлей и Сашей, и Саша сделал очень мудрый ход. Вот, пришел просто с охапкой цветов, и все вопросы тут же снялись. Вот, такая вот была история. Так что это все не так просто, как кажется, но, с другой стороны, дальше мы вошли в съемочный, и в обычном для сериального, ну, для сериальных съемок режиме, в общем, прошли этот довольно непростой путь, потому что у нас было много-много сложных локаций, которые, ну, не предполагают, там, этих 7 минут 30 секунд в день съемок. Поэтому, конечно, мы там снимали иногда по минуте, иногда по 2 минуты. А что это за локации были? Это где-то их снимали? Где осваивали Сибирь? Осваивали Сибирь мы в периметр 150-120 километров от Екатеринбурга. Это разные реки и сеть, там еще, в общем, довольно известные места, и там довольно часто снимают, но это сложные места для съемок, потому что там, допустим, где нам нужно снимать пороги, вот, это, ну, такая низина, такая промытая рекой, естественно, и эту лодку гигантскую, 8-метровую, тяжеленную, деревянную, ее туда надо на руках спускать, потом ты ее ставишь на воду, отпускаешь, и она ее как-то несет с артистами живыми, без страховки, естественно, на берегу есть каскадеры, которые там их страхуют, но все равно это живая река, живой поток, вот, и там было не без приключений, у нас однажды лодка застряла, ее стало захлестывать, и артистов просто смыло, довольно сильное течение, вот, но как-то, слава богу, подстраховали, поймали, и это, в общем, многие вещи снимались просто с одного дубля, с одного дубля, то есть камера, камера и коптер, который с воздуха снимает верхние точки. Не только Эвергрин перекрывал Суэцкий канал, да, есть и наши аналоги, да. Вообще есть мнение, что в Угрюмой реке нет совершенно положительных персонажей, то есть есть главные герои, а положительных, кому бы ты сострадал, нет. Как? Совершенно верно, совершенно верно, это сознательная позиция, потому что они все жрут друг друга, пожирают, вот, отец на секундочку отправил сына, наверное, погибель, значит, главная героиня Анфиса, она... Причем из-за чего, да, ну, то есть после незаренности? Да, ну, из-за, да, схлестнулись из-за девушки, что называется, но, в общем, на той же коллизии драматургической, да, отец с сыном из-за девицы схлестнулись, в общем, Достоевский написал, большой философский роман «Братья Карамазова». Вот, поэтому в этом смысле роман Шишкова очень вторичен. Более того, Шишков, ну, естественно, он читал Достоевского, у него есть ссылки в романе на Достоевского, и он даже перемешал двух персонажей. Он в сыне, в Громове, в Прохоре, он смешал воедино, значит, это вот безумство Мити Карамазова и сумасшествие Ивана Карамазова, потому что он вначале, Прохор Громов, безумствует, а потом потихоньку сходит с ума. Ну, как в самом романе, он сходит с ума, как Иван Карамазов. Вот, поэтому в этом смысле «Угрюмрика» вторично, конечно, по отношению к Карамазову. Дальше уже это вопрос, что я из этого вытаскиваю, что мне в этом интересно. И это уже третья позиция по отношению и к Карамазову, и к Шишкову. Если говорить о произведении «Угрюмрика», да, в 68-м году вышел четырехсерийный фильм, и тогда, если я не ошибаюсь, говорили о том, что для того, чтобы все уместить в четыре серии, ну, прямо катастрофически много пришлось вырезать и оставить только самые главные такие поворотные пункты. Здесь 16 серий. Все ли уместилось? Практически все. Даже удалось что-то еще раздвинуть, линии какие-то сделать пошире. Ну, например, та же «Синильга» у нас пошире, потом персонаж Юли Хлыниной, Кэти. Ну, и потом просто вся вторая половина романа, конечно, она не экранизирована, была в предыдущей, значит, версии, точно так же, как не была экранизирована вторая половина Карамазовых. Потому что, ну, взяли основную линию и в одном, и в другом фильме. Это отец с сыном. Женщина в одном случае, отец посылает сына на верную погибель. И чем это заканчивается? А в Достоевском, ну, отца убивают, и на этом тоже заканчивается. А там еще, еще, еще столько же приблизительно, на что не хватило времени и экранизаций. Вот, поэтому в этом смысле, конечно, экранизации хороши, что они позволяют, в смысле телевизионной экранизации хороши, тем, что они позволяют делать историю полностью. То есть у тебя есть время рассказать историю от начала и до конца. Давайте продолжим обсуждение многосерийного фильма. Не поворачивается язык все-таки назвать это сериалом, потому что, ну, как-то иначе... Это уже как-то не ругательное слово. Угрюм река. Оно уже, мне кажется, перестало быть таким ругательным, как это было. Нет, есть способ съемки, который отличает телевизионный художественный фильм от сериала. Есть разница в подходе, в локациях, и потом количество просто кадров, которые ты в каждую сцену должен впихнуть. Кажется, что неизбежна такая история, как сравнение с советским фильмом Угрюм река. И наверняка зрители тоже, да, когда узнавали то, что вышел многосерийный фильм Угрюм река... Основная масса первых комментариев была как раз об этом. Сравнивали. Да, наверняка. Смотрели ли вы, интересно ли было вам вот такое сравнение, потому что, ну, это классика советского кино, это новый фильм. Ну, знаете, это такое... Я уже проходил это на братьях Карамазовых. Ровно один и тот же алгоритм. Первый вопрос. Зачем экранизировать классику? Будьте вы прокляты, отойдите. Не трогайте. Не тяните свои потные ручки к этому. Ой, какие были замечательные артисты тогда, и какие плохие сейчас. Ой, какие деревья были высокие, а сейчас они совершенно другие, сахар не сладкий. Заканчивается это все одним и тем же. Перестают сравнивать. Если история захватывает, перестают сравнивать. Уже артисты замечательные. Фильм хороший и так далее, и так далее, и так далее. Я, конечно, смотрел... Я никогда не был поклонником этого фильма, и я в детстве не читал, как, оказывается, миллионы у нас читали эту книгу. Просто настольная книга советского... Гражданина. Да, гражданина. Судя по комментариям. Да, судя по комментариям. Да, все читали, все знают. Я думаю, подождите, у меня... Я, слава богу, не молодой человек. А у меня в ленте сплошные читатели у Грюмряки. Я думаю, подождите, у меня какая возрастная группа в ленте? Надо посмотреть. Нет, смотрю, нормальные. Лет 30, 35, 40. И у всех настольная книга. Ребят, ну что-то тут какой-то был перебор. Потом, понимаете, ну опять-таки, давно смотрели. И, кстати, в эту субботу первый канал покажет старый вариант у Грюмряки. Сразу по окончании, да, по окончании показа новой у Грюмряки. Будет пока старый. Именно для того, чтобы посмотрели, сравнили. Потому что многие что-то где-то когда-то видели. Как на мой вкус, это довольно сложное смотрение на сегодняшний день. Без обид, потому что это, ну, такой способ существования актерский тогда был. Но это не попкорн еще. Да, это не попкорн. И потом, ну, послушайте, это было 50 лет назад. И когда говорят, Чурсина, она там так сыграла. Она красоты невероятной, Чурсина, женщина. И я вот в том периоде, я посмотрел, подумал, если бы сейчас была такая актриса вот такой красоты, она считалась бы красивой. Но там есть еще один момент. 50 лет назад там есть, как сказать, сексуальная сцена. Там есть топлис, там есть артистка топлис. 50 лет назад. Вы представляете, в стране, в которой не было секса. Я думаю, что это было сравнить не то, что удару дубинкой по голове, а двумя дубинками. И поэтому это сложился какой-то такой... Такой образ. Открытие такое. Это что-то такое невероятной красоты. И это так, видимо, запало народу населению в душу, что до сих пор это остается... Ну, вообще, у нас зритель, если уже кого-то полюбил, то он любит очень долго. То, что касается сцены топлис. Так мы можем перекидывать... Мостик на другой ваш проект, который должен скоро появиться. Давайте. Содержанки. Третий сезон. Да, он совсем скоро выходит. Должен выйти на онлайн-сервисе «Старт». Кто не знает, сериал о мире роскоши. Сериал о мире, условно говоря, бульварного кольца. Хотя подавляющее большинство обитателей там живут. Рублевка. Рублевка. Это Рублевка. И как раз по поводу постельных сцен. В первом сезоне их было невероятно много. В первой серии. Мне кажется, тогда режиссер просто все в первую серию. Во втором тоже много. Как у вас будет обстоять с этим дело в сериале? Очень интересно, да? Я понял. Значит, у меня будет значительно меньше. Ну, во-первых, ну, слушайте, уже все друг с другом переспали. Я бы так корректно выразился. Потом многих, особенно женщин, просто поубивали в предыдущих сериалах. Вот, и поэтому мне нужно было, мне нужно было восполнять, соответственно. Но продюсерское решение, кстати, было мускулизировать немножко проекты. Поэтому у меня появились там два новых персонажа. Одного играет тот же Саша Горбатов. Второго играет... Это не связанные события? Нет, 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 никак не связанные. Второго персонажа играет Сережа Гилев. Два, значит, два очень даже симпатичных. Гилев, конечно, после Чик, мне кажется, стал прямо любимцем. Он просто как надо, он такой брутал, симпатичный. Конечно, он играет совершенно не то, что он играл другого, естественно, персонажа, не такого, как в Чиках. Поэтому у меня это скорее ушло в сторону мужских взаимоотношений. Поэтому, наверное, часть аудитории женской расстроится. Хотя наоборот. Но, опять-таки, на красивых парней будут с удовольствием смотреть. Тем более, что они такие прям настоящие. Были анонсы, что это финальный сезон Саша Горбатов? Это финальный сезон. То есть все-таки все ответы на вопросы будут даны, да, и история... Ну да, там за все линии... Ну, у меня была такая задача передо мной поставлена, что все линии должны быть сведены и закончены. И включая тех, которые... Ну, новых персонажей, которые там появляются, они, собственно, появляются там для того, чтобы... Завершить. Да, закрыть все линии. Я лично жду третий сезон Содержанных. Да, конечно. Потому что крайне любопытно, чем все... Ну, там про пацанов. Тем более. Тем более. У нас в гостях сегодня был режиссер Юрий Мороз. Юрий Павлович, спасибо большое, что нашли время с нами пообщаться. Спасибо вам.